Очередное подведение итогов в структуре Министерства чрезвычайных ситуаций началось с вручения ордеров на квартиры. Многие спасатели ждали их не первый год. Вот и долгожданный момент настал. Я вышел на пенсию и уже думал, не будет у меня квартиры. Оказалось, что непредвиденно. Меня вызвали, сообщили, что моя учитель подошла. И вот вызвали сюда. Понял, что будут мне давать квартиры. Конечно, счастья очень много. Всего квартиры получили 13 спасателей. Среди них шестеро уже на пенсии. Директор Департамента гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций Украины Александр Лещенко уверяет, все, кто дождался жилья, давно его заслужили. Очередь бесквартирных в системе МЧС очень и очень большая. Город Севастополь за последние два года очень провел серьезную работу по решению социальных вопросов своих людей. Поэтому там мероприятие, которое мы сейчас проводим, является логическим итогом всей этой большой работы, которая бы проведена нашим министерством, ну, в первую очередь, руководством территориального управления МЧС в городе Севастополь. Александр Лещенко также отметил, что сегодня в работе Министерства чрезвычайных ситуаций есть как положительные, так и отрицательные моменты. Есть проблемы, связанные с содержанием защитных сооружений, с обеспечением населения индивидуальными средствами защиты, с техническим переоснащением наших подразделений. Но эти проблемы, они, как правило, связаны с необходимостью увеличения финансирования. К сожалению, в этом году бюджет, скажем так, государства не дает нам оснований для, скажем, проведения такой большой и объемной работы. В целом же сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций с поставленными перед ними задачами справляются, заверил Александр Лещенко. В свою очередь, это подтвердил и Мирослав Сагайдак в ходе подведения итогов работы системы гражданской защиты населения в 2012-м. По его словам, несмотря на все сложности, год оказался достаточно успешным. Владимир Сорокин, Павлина, Горкуша, программа «Наше время».